Привет, друзья! Рад приветствовать всех моих подписчиков, всех новых подписчиков. На канале уже более 6000 человек. Мой канал, вкратце расскажу про монеты Украины, про лумизматику, про антиквариат, коллекционирование. И в сегодняшнем выпуске я покажу вот такой вот интересный аппарат, который выдает монеты. Называется это вендинговые аппараты. На самом деле довольно много вендинговых аппаратов существует. С разными абсолютно темами. Наверняка у себя в городе вы видели самые обычные кофейные аппараты. Аппараты, которые продают карточки, билеты, что угодно. В мире огромное количество сейчас существует аппаратов. И я лично видел и пользовался вот в этом ролике. Посмотрите, как можно легко просто купить себе коллекционную монету. Также покажу вам еще один интересный аттракцион по монетам. Если эта тема интересна, продолжайте смотреть. Аппарат вот так вот он выглядит. Где-то полтора метра, метр восемьдесят высотой. К сожалению, в Украине пока я не встречал таких аппаратов. Достаточно просто без сдачи нести какую-то купюру. В данном случае это было 100 рублей. И получить какую-то юбилейную монету на выбор, которые хранятся в аппарате. Вы себе заказываете под конкретным номером и она вам выпадает. Конечно, капсула может и треснуть, и разбиться. Не очень продуман этот момент. Но довольно прикольно и быстро можно получить, купить какую-то монету. В ютубе даже есть какая-то видеоинструкция, как можно купить такой аппарат, как он заряжается, как выдает монеты. В принципе, если вы даже хотите запустить свой бизнес, связанный с монетами, такой аппарат можно приобрести. Довольно прикольная тема. Надеюсь, такие штуки появятся у нас в Украине где-нибудь или в Харькове, в Киеве. Не знаю. Ну, прикольная тема, я думаю, стоит попробовать. А вот я вам покажу интересный такой формат, который делают на разных фестивалях, выставках каких-то тематических. В Харькове, например, это было на выступлении приезжего цирка. Вот такие вот умельцы приходили, ставили свои заготовки, пуансоны. И, используя обычный способ вот такой вот чеканки с помощью молота, делались конкретно монеты. А аверс-реверс можно делать в зависимости от запроса. То есть, он наборной. Можно герб сделать, можно сделать логотип какой-то, логотип компании. В данном случае это был логотип цирка. Ну, в принципе, это было и недорого, и довольно забавно. Человек, конечно, занимается сам печатанием, чеканкой этих вещей. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, кому понравилось. И скоро новые видео. Всем пока!